Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Уверен, что каждый любитель этого замечательного вида спорта под названием футбол не отрывались от экранов телевизоров, когда там показывали игру сборной команды России. Разные впечатления, разные игры. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронином. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Добрый вечер! Действительно, матчи получились абсолютно, я бы сказал, диаметрально противоположные. Мы играли со сборной команды Аргентины, мы играли со сборной команды Испании. Да, надо сказать, что не так часто нам удается играть с такими грантами мирового футбола. И отрадно, что действительно наша федерация смогла договориться с этими командами, и жители Москвы, и Санкт-Петербурга, и не только смогли воочию увидеть не только эти сборные, но и больших-больших футболистов, и Месси, и Инъеста, и всех остальных. Итак, давайте вспомним, как закончился первый матч для нашей команды, который прошел на обновленном стадионе Лужники. Итак, Россия-Аргентина 0-1. Друзья мои, давайте начнем с этого матча. Ну, наверняка вы все смотрели, и хотелось бы услышать ваше мнение. Евгений, ты как самый большой любитель сборной команды России. У нас про сборную вроде Серега всегда начинает. Мы ломаем традицию. Итак, Жень, скажи, пожалуйста, Аргентина. В этом, как говорится, для сердца каждого памятно и интересно. Понравилось? Аргентина? Да, Аргентина, конечно. Аргентина, да, понравилось. Ну, то, что, скажем так, как мне показалось, они играли, ну, наверное, не то, что на пол ноги, а даже на четверть ноги играли, и в первом тайме они могли нам забивать столько мячей, что и, скажем так, сборная не пропускала долго-долгое время. Ну, мне кажется, вот товарищеский матч, он и есть товарищеский матч, показал наши недостатки, которые потом, скажем так, уже в игре со Спанией, уже стали немножко в агрессивный футбол играть. А так, сборная, наша сборная, мне, как обычно, не понравилась, поэтому я где-то на 38-й минуте понял, что разница владения мячом 82 на 18, я понял, что я посплю, но уже. Ну, нет, ну сколько, 75 там было. 78 на 2. Ну, хорошо, на 22, извините, перепутал. Кирилл, скажи, пожалуйста, интересно вообще было смотреть этот матч? Мы все к нему готовились, Аргентина, Месси и то, что мы увидели. То, что мы увидели, это было нехорошо сделано. Единственное, что я с Женей не соглашусь по поводу Аргентины, я вот говорю, что я много матчей ее смотрел в отборочном цикле, где она играла у себя в Латинской Америке. Я не сказал бы, что Аргентина играла слабо. Аргентина играла так же, как она играла у себя в отборе, где она только вышла в последнем туре. У нее, несмотря на наличие таких блестящих форвардов, у команды колоссальные проблемы с реализацией. Это просто какая-то беда и наваждение, их кто-то сглазил, их надо тоже шаманов вызывать. Потому что Аргентина, может, не в лучший свой футбол сыграла, но точно не в четверть ноги. Они нормально играли. Что касается же нашей сборной, был выбран откровенно оборонительный вариант. И команда, ну а как сейчас показывает, то есть наш состав, наш лучший состав, он лучше играет в нападение, чем в оборону. Такое впечатление сложилось по результатам двух этих матчей. То есть как будто поменялось, да, помните, раньше у нас была всегда оборона, да, там Игнашевич и Березуцкий. Лучше, когда команда бежит, мне кажется, это любой команде проще, когда не надо себя сдерживать, когда ты бежишь, это совсем другие эмоции. Ну а тут мы играли в оборонительный футбол, играли неудачно, были зажаты, зажаты эмоционально. Возможно, так бывает, когда долго тренируешься, выходишь на первый матч. В принципе, вот так было, сборы достаточно таки длительные были, ну для сборной, по крайней мере. Вот, так что игра, я задался вопросом, что кто именно дает нам эта игра, вот именно это. Навыки игры в защите, вряд ли, навыки игры в нападении только порождает какую-то неуверенность в себе. Вот, так что в матч Сергея Никитина никак нельзя в плюс, конечно, занести команде. Обращаюсь к нашим телезрителям, телефоны вы видите на своих экранах, присоединяйтесь к нашему разговору и давайте вместе поговорим о сегодняшней сборной и о том, какую, скорее всего, мы увидим ее буквально уже через полгода на чемпионате мира, который пройдет у нас в стране. Сергей, вот Кирилл не согласился с тем, что Аргентина, да, с Евгением, с тем, что Аргентина играла не в полноги, вот, а в какие ноги играла сборная команда России? В России играла, я думаю, матч, как мы и говорили раньше, товарищеские матчи или выставочные матчи, как некоторые называют, они для того, чтобы смотрел тренер, да, какие-то связки. Сейчас идет интенсивная подготовка к чемпионату мира. Ну, отсутствие, конечную фазу свою. Да, 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 вот это с сильными командами, с сильными командами, именно увидеть, как говорится, это глакмусовая бумажка, можно увидеть все недостатки сборной. Мы увидели их, да, действительно, с Кириллом соглашусь, то есть невнятная атака какая-то, непонятный переход от обороны в атаку, то есть потери мяча колоссальные, Женя Правд, владение мячом у аргентинцев больше. Пять защитников, кажется, да, у нас вышло, пять защитников, но сыгранности было практически никакой, потому что действительно моментов создала Аргентина много, и защитников мне, может, только выделю Рауша, наверное, да, почему выделю, он подключался к атаке хорошо, и плюс он спас. Один момент, он вытащил мяч практически из пустых ворот. А по Аргентине два слова скажу, что следующий матч был в Краснодаре у Аргентины, да, с Камеруном. Там 4-2 Аргентины, ну, с Нигерии, извиняюсь, да, с Нигерии, и они 4-2 проиграли, и Кирилл прав, что у Аргентины, пускай они играли, конечно, без Месси, там, да, еще кто-то не вышел, но, извини, они привезли хороший состав, там, игроки-то, которые хотят себя показать, и молодежь выходила в трон тайме, но... Ну, вот поэтому они проиграли, 4-2, они же вели все-таки 2-0, я думаю, что немножко недооценили соперника, а Нигерия играла очень прилично, мне понравилось, как они бегали, замечательно все. После того, как они пропустили, они забегали, до этого они были как мальчики-гвартир, да. Давайте вот еще какую историю расскажем, да, действительно, я уже сказал чуть раньше о том, что это была первая игра на обновленных Лужниках, это главный стадион страны, главный стадион будущего чемпионата мира, и по оценкам тех болельщиков, которые потом после матча высказывались, да, что действительно сделали очень хороший стадион. Раньше были огромные беговые дорожки, и действительно было очень высоко, неудобно смотреть именно футбольные матчи. Теперь сделали все по-другому, трибуны стали ближе к полю, да, вместимость немножко пострадала, но тем не менее, там, под 80 тысяч, да, у нас теперь в Лужниках могут присутствовать. Но, скажите, зрители пришли, посмотри, на сборную команду России, на Аргентину или на Месси? О, то есть вот так, на три вида, да? Ну, а, кто-то, 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 ну, может быть, не знаю, на Лужники посмотрите. Я на Месси смотрел, мне приятно, что Месси играет на Российской земле в первый раз, наверное, никогда. Нет, не первый. Нет, я не помню, что Месси играл. А, ну, Барселона играл. А, Барселона, Барселона, Барселона. А с кем? Ну, Барселона играл он на... Ну, с Рубином. С Рубином играл. В Казань, да. Да. В Москве играл Месси, потому что так испанский чемпионат особо не смотрю. И было видно, то, чем он отличается от других игроков. Он отличается, да. А, он отличается, он совершенно другой. Даже не надо про Роналду, мне ничего говорить. Вот есть там спорят. Это другой уровень мышления, другой уровень футбол. Согласен, согласен, с футбол другой. Это другой уровень принятия решений. Вот, совершенно. Это человек с другой планеты, однозначно. Когда смотришь, как он принимает решения, как он быстро работает с мячом, это нет. Много хороших игроков, но этот особенный. Я смотрел на месте мой ответ. Сергей, что тебя в этом футболе привлекал? Нет, мне было интересно и стадион, я возьму 2 и 3 части. Интересен был сам стадион, как он выглядит обновленный. Потому что я был на старом до реконструкции. Все, наверное, были. Был на старом и в 80-м году. И совсем старом. На Олимпиаде 80-м. Значит, крыши не было. На футболе, да. Уже когда после реконструкции, после даже была реконструкция к Лиге Чемпионов. После Лиги Чемпионов тоже ездил, смотрел. Ну, неудобно, да. Согласен, это было с моей. Сейчас, судя по отзывам, футбол людям смотреть стало лучше. Но появились какие-то нестыковки. Да, и на стадионе самом, и после матча. Ну, сейчас, да, закоснемся этой темы. А так, люди действительно пришли посмотреть, кто на месте, кто на стадион действительно пришел посмотреть, кто на сборную России поболеть. Потому что много было с семьями, с детьми, с женами приходили. Вот так народ попал. Да, это правда. Жень, Кирилл сказал о том, что плохая реализация у сборной команды Аргентины. Есть такая, да. Но одним из, мне кажется, виновником плохой реализации сборной Аргентины явился вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Ну, естественно, и сборной. Какие мячи он вытаскивал? Вот, честно сказать, парочка была точно... Нет, я просто тебе хочу сказать, что этим матчем он доказал, что он в России вратарь номер один. Это однозначно. И то, что, естественно, он лучший вратарь, это однозначно. Этим матчем он многие всем доказал, в форме он, не в форме. Он показал, что... Я согласен, он провел хороший матч. Но я не исключаю, что здесь тому вино и конкуренция, которую ему сейчас составил Лунев. Потому что у Игоря Морного было невыразительных, а человек должен чувствовать конкуренцию. Конечно, конечно. Я с тобой не соглашусь... Габуловке это не конкуренция. Не, не, не. А вот именно Лунев, да. Нет, я тебе хочу сказать, что... Габулову даже Ушаков поменял. Не, не, не. Я с тобой не соглашусь. Просто, наверное, Кирилл не смотришь матча ЦСКА с участием ЦСКА. Даже как я не смотрю матчи с участием Спартака. Сучук. Смотрят, смотрят. Смотрят, смотрят. Нет, я просто хочу сказать, что в этом сезоне Игорь играет просто блестяще. Ни в одном матче у меня претензий к нему, вот как к вратарю, просто нет. Ну, если вспомнить прошлый сезон. Да. Да, помните, когда он немножко... Чудил, назову так. Ну, немножко требований, может быть, к себе. Сейчас, в этом сезоне, мне даже, ну, просто... Я не могу к нему ни одного слова придраться. Я понимаю прекрасно, что это сборная, команда России. Но, тем не менее, давайте немножко такой и клубный вариант затронем, да. Из Спартака в этой сборной были у нас... Глушаков, Джики, Камбаров уходил. Да, ну, Камбаров он, по-моему, с Аргентином не играл. С Аргентин, не помню, он на Испании вышел на замену. Ну, с Испанией он вышел, да. Да, так у нас Глушаков и Хвост Певгрива. Вон, два матча. И Джики, в общем-то... Да, они отыграли без замены. Без замены отыграли, да. Не пожалел их. Согласен. С Савану. С СССР. Это Кенфеев и Фернандес, Дзагоев, ну, тоже он так и немножко... И Васин тоже две игры отыграл, по-моему, без замен, да. Если не касаться таких особо пристрастий клубных, что называется, да, смогли ли оправдать надежды в сборной футболисты ЦСКА? Я понял одно, что, посмотрев оба матча с участием сборной и с участием конкретно Виктора Васина, я хочу сказать, что куда смотрят Виктор Михайлович и Гончаренко. Всем стало понятно, что Васин не игрок в сборной и тем более не игрок ЦСКА. А, вот так вот. Ну, как в рекламе есть, да, всего мира, тем более в России. Да, вот так же так видно. У нас есть телефонный звонок нашему телезрителю, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Мне кажется, в первом матче с Аргентиной наши были какие-то заторможенные. Играли медленнее, не очень как бы были и активны, потому что я вот, например, помню, что пошла атака на наши ворота, уже матч около штрафной, а, скажем, Смолов еще и за сайты не вышел. Посла, пошла, пошла по передаче, она мне может взять. Он-то понимает, у нас... То есть пешком ходили. Вот это мне не все нравится. То есть второй матч был совсем другой. И еще. Наши все медленнее делают. Вот, например, у них бежит игрок с мячом, а наши без мяча догнать не могут. То есть не могут быстро бегать, к сожалению. И ничего не получается. И ничего практически не создали. Мне заполнились два удара... Глушакова. Господи, восьмой. Глушакова. Ребят, подскажите, Спартака. Глушаков. Вот два удара Глушакова. В сторону ворот, не по воротам, он не попал туда, но в сторону от ворот. И как-то у меня больше, вроде бы, ничего не отложилось. А что мы еще там создали? С чего мы должны были забить-то? Пасы идут не точно. То есть культура мяча у нас, как она отсутствовала, к сожалению. Но не на должном уровне, будем так говорить. По сравнению с другими командами. Так она и существует до сих пор. Жаль, конечно. Хотелось бы, чтобы пас шел на опережение, а не сзади. Где-то такой, что игрок должен возвращаться, чтобы его подобрать. То есть срывается так. Так, и еще. У них, если один идет вперед, он идет вперед. У нас, если один идет вперед, он ждет, показали. С кем я могу сыграть. И все. Назад мяч. Те уже, так сказать, перекрыли все посты к воротам. А наши, оказывается, и не спешат. И все заканчивается, к сожалению, захлебывается, да-да. Так это часто бывает, но увы. Да, соглашусь. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. У нас сейчас Панель впереди. Это эксцесс-исполнитель. Потому что Черчесов, он редко так тренера говорит, какая задача. Он четко сказал, мы должны играть быстро вперед. Все, это была установка тренера. Матч с Аргентиной, она выполнена не была. А еще такой вопрос. Скажите, мне показалось, я одинок в своем суждении о том, что это был один, может быть, из самых худших матчей Кокорина и Смолова. Ну, они давно не выходили, Олег, вместе. Вспомни. Из пикельного заведения? Да. Вместе не выходили давно. Нет, но то у одного травма, то другого в сборную не брали же. Вспомни, Кокорина. Ну, слушай, игроки Аргентины тоже все, как всегда, рожали вместе. Ну, сыграла, да, вся команда, Олег, а кого ты выделишь? Вот кого-нибудь бой. Я говорю, Акинфеева и Рауш, я двух человек только могу. Кстати, Рауш мне понравился. Человек борется. Вот сейчас Юрий Сергеевич сказал про скорость. Действительно, что... Лысая, бегает. Да, бегал. Сколько ему лет? Ну, не знаю, сколько ему лет. Ну, 28. 28, да. Просто выглядит... Да, выглядит, но скорость у него действительно. А по поводу остальных я соглашусь с Юрием Сергеевичем. Тот даже пошутил, что судья обгонял наших игроков, когда бежали за Аргентией. Нет, я тоже хочу согласиться с Юрием Сергеевичем, да, потому что я разговаривал, матч не помню какой был, ЦСКА играл, не помню с кем-то, да, и встретил Александра Гришина. Тогда он был еще молодежный, тренировал нашу. И вот он сказал, говорит, сейчас молодежную сборную, а тогда сборную молодежную ЦСКА играл, да. И вот он сказал, говорит, я не понимаю, мы что-то разговаривали с ним, он говорит, я не понимаю, молодых, им есть и сила есть, да, и навыки есть. Но почему-то как только начинает бежать вперед, все, он доходит, он не может не обвести ничего. Почему играют, говорит, назад? Почему, говорит, поперед? Почему не, раз пошел вперед, ну попытайся обвести. Но вот такого нет у молодежи. Ну как же он может попытаться, если он этого не умеет? Ну как не умеет? Ну как, Кокорин не умеет? Черчесов будет учить? Смолов не умеет? Я думаю, что нет. И Кокорин и Смолов это игроки, на мой взгляд, наконечники штрафной. Нет, но они... Где-то чего-то пас, ногу подставили, получили. Мы же будем вам это матч с Испанией говорить, как забил, да, Смолов? А Кокорин и Смолов это не игроки, ну я так условно говорю, что для тебя ближе, в уровне Вагнера. Нет, нет. Который может принять, обвести, положить там, как говорится, кого-то на точку и пробить. Согласитесь? Соглашусь. А есть думбия, это наконечник, прострелы, ворваться, ногу где-то подставить, это вот другой запад. Сидел Сибел за пальцем, два матча, парень не вышел, да, Артем Заболотный, да? Да. Почему, кстати? Он, во-первых, габаритный, это раз. Во-вторых, он совершенно другой футбол играет, и он нападающий. Ну почему не посмотреть, да? Так Черчесов ни в одном матче, ни с Аргентиной, ни с Испанией, не использовал столба. Вот, вот я хотел посмотреть, а мне не показали. Хорошие матчи с сильными соперниками, почему бы не посмотреть? Черчесов говорит, ему не нужен такой габаритный флорвард сборный. Не, ну Зюба понятно, не нужен. Хотя, с другой стороны, посмотреть, аргентинцы какие маленькие, они практически весь верх выиграли у нас. Хотя у нас, вроде бы, взрослые... Ты слышал, у нас, кстати, Масин, иди вперед, там три минуты осталось, угловой. Какой ненаист Тарасов, у меня как-то, когда он в центре, как-то нормально, хоть прыгнет, я думаю, кого-то нет, Тарасова нету. Потому что удивительно было, какие-то прыгущие, как мячики, арги. Да, я соглашусь, соглашусь. По крайней мере, по игре, да, и что мы могли бы, какой вывод сделать для себя, ну, не удалась игра. Не удалась, и это признали все. А давайте скажем, что Агол-то с ней игры был забит. Пускай 0-0 было, было нормально. Ну, я соглашусь. Ну, все знают, да, что мяч был забит с ней игры. Ну, у нас вообще судейство было в этих матчах. Ужасно. Просто. Просто. Товарищеских матчах. А давайте немножко теперь еще об этом матче скажем, но уже в контексте, как мы болельщики, да. Я думаю, все, кто увлекается футболом, знают эту историю, когда больше, там, полутора часов люди не могли выйти со стадиона. Ну, по крайней мере, да, дойти до пункта назначения, там, до метро или, там, до троллейбусной остановки. Что это? Советский Союз еще жив в сердцах полковников МВД. В РФС как-то не продумали эту ситуацию. Почему так произошло? Я не знаю, кто организовал. Это, мне кажется, виноваты все. Тут виноваты, перестраховались. Потому что МВД без чего-то согласия, оно же не приедет сами в МВД и скажет, вот давайте мы тут собак поставим. Нет, Олег. Как-то нет. У них есть своя схема размещения сотрудников. У них есть своя система. У них же есть штаб перед какой-то игрой, они договариваются, сколько человек должно там, там. Понятно. Все это схема. Когда выпуск. И люди футбольные тоже сидят с ними, я думаю. Они же одни там. Вот будет матч, мы слышали. Нет, вот мы будем сидеть, футбольные люди, скажем, ребят, давайте сделаем коридор 50 метров. Они скажут, так, по безопасности разработаны приказы министерства и так далее, коридор будет 10 метров. Олег, скажи, пожалуйста, сколько существует этот стадион? Сколько существует? С 57-го года. С какого? С 57-го. Ну, или с 56-го. Ну, неважно. 50 лет. Побольше. Побольше. Ну, 50. Какой 50-60? Да, ну, я просто говорю, ну, больше 50 лет. Полвека. 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 Что, не научились организовывать выход людей? Нет, не научились. Я просто вспоминаю матч. Давно не играли там. Давно не играли там. Нет, ребят, я вспоминаю матч, когда я присутствовал на матче. На последнем матче, когда еще до реконструкции, мы как раз играли ЦСКА и Спартак, там присутствовало как раз 78 тысяч. Мы как раз с Игорем Робинером сидели здесь, там многие еще артисты знаменитые. Ты знаешь, быстро стадион разошелся быстро. Я не знаю, как они долго ли шли до метро, но можно было организовать, допустим... Конечно, ты сидел в пресс-служине. Да неважно, прислуживай. Как это неважно, прислуживай. Да нет, нет, по плану, что я вышел из стадиона на полу. Потом ты зашел в бар? Да нет, не в бар. Вчера Крестовский 7 минут выходил. 7 минут Крестовский тоже. Там на самом деле до спортивной идти, наверное, минут 5. Ну, побольше. Ну, примерно минут 5. Могли бы просто, хотя бы раньше делали как? Они просто закрывали спортивную и закрывали там еще какой-то метро, я сейчас не помню. Закрывали не одну, а один и второй работал. И народ шел, грубо говоря, на Фрунзенскую шли. Нет, там на дальний выход. На дальний выход, да. То есть, на Фрунзенскую ходили, помнится было дело. Поэтому можно было организовать. Почему они так не сделали? Ну, сделают, Жень. Ну, вот так получилось, видишь. Я думаю, все это уже обсудили за это время. Думаю, все нормализуется. Потому что в грязь лицом никто не хочет ударить. А тем более, давайте... Ну, тогда рассмотреть. Честно скажем, на Лужниках будет продано все, два матча. Матч открытый и матч финала. Все. Это почему? Да. Здрасте. Да. Вы же никак не будет никто играть. Как-то не будет никто играть. Там, во-первых, у нас и группа играет. Две? Там и полуфинал будет играться. А, ну, кажется, две игры там все будет. Да, вот, Сергей Николаевич. Сейчас я сверю в скрытатеку. Сверю в скрытатеку. И я, как любитель статистики, вам скажу, что там чуть ли не пять, шесть матчей. Мне кажется, там всего два будет. Нет, нет. Открытие, закрытие, полуфинал, в группу. А Спартак для чего? Народная команда. Да не Спартак. А, это не он. Да, ну, действительно, я очень надеюсь, что те футбольные или там полицейские люди в погонах услышат сегодня Сергея Буслаева. А у меня себя сказал. Сделают выводы и действительно... И завтра же они приедут. Не надо. Не повторится. У меня Динамо. Давайте, давайте переходим через три дня. Сборная команда России уже в Санкт-Петербурге играла с испанцами. Очень многие после этой игры с Аргентиной, да, счет вообще какой-то фееричный, да, с Испанией, многие предрекали, что, тем более, такой игры с Аргентиной предрекали, что, ну, испанцы-то уж нам наколотят столько, сколько захотят. В общем-то, они столько накладили нам, по большому счету, да, что, ну, единственное, что, сколько они захотели. Да, они захотели, сколько еще захотел судья. Судья, главное, захотел. Он бы там и третий пенель, да. Я зашел, посмотрел котировки в Испании специально. В Испании. Ничья была. Ну, да, Марка, да, она в интернете есть, заходишь, и перед матчем были котировки, значит, на победу, значит, сборной Испании 1-0-5 коэффициент, на ничью 4,5 и на выигрыш сборной России 7,5 был. Хороший коэффициент. Да, 1-0-5 коэффициент. У нас 1-0-5 коэффициент. Ну, то есть, среднее, скажем так, это ничья, да? Да, да, да. Нет, ну, Испания фаворит был безоговорочный, то есть, вообще даже они ставки на пенель. Ну, зачем судья-то допортить сыгром таким образом? Ну, судья-то привезли с собой, что же есть? Да, да, да. Испанцы в судью не привозили, судью дали... Нет, я этого человека записал, я его запомню. Если он на нас будешь судить, я посмотрю, он будет у нас судить. Я какой-то... Кирилл запомнил тебя. Нет, ну, действительно, очень. Я после этого перестал вообще любить Испанцев. Нет, Испанцев перестал любить. А почему же Испанцы? Итальянец стал? Испанцев, их поведение. Ну, потому что товарищеская игра, он в последние минуты... То есть, он не должен быть пенальти, да? Да нет, мы, конечно, найдем. Сейчас, по игре уже. А, ты подавцовку? Сейчас найдем, да. Сваляются, как девочки. Ну, просто испанские, да. Ну, вот это театр, вот это не нужно. Смотри, да, пожалуйста. Боже мой, с Воронином невозможно сладить. Здесь, надеюсь, нашим телезрителям у меня это получится сделать. Добрый вечер. Да, слушаем вас. Да, добрый вечер. Это Асулия Тольятти. Да. Евгению отдельный привет. Приятного эфира вам всем. Спасибо. У меня, как бы, вот, пара заметок, замечаний, вопросов. По поводу Глушакова в Воротах, конечно, Андрей Тихонов, легендарный наш кумир, это все уже проходил, но это другое. Вот, по поводу стыковых матчей, по сбору не хочу спросить, сказать. Вы понимаете, что мы играем-то на самом деле все всерьез, а наши противники играют как стыковые матчи, как товарищи, как фигурные. Вот. Как здесь стыковые? Поэтому, как бы, удивляться особо нечем, результат с Аргентины и с Испанией, это второй план, это не настоящая игра. Вот. Но, вот, по данному случаю, что бы, готовы прокомментировать, хочется услышать ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да. По поводу того, что не стоит серьезно радоваться, я хочу порадоваться, нам в сборе не так много повода для радости, я радостный человек, я порадуюсь за 3-3. Проблема испанцев, как они играли, они тоже неплохо играли, абсолютно. Команда, участвовая и в отборе, у них тоже были товарищеские игры, а они не проигрывают больше года, команда. А здесь они, пардон, на волоске немного висели. Ну, я, товарищ, который по Динамо, да, который звонил в тот раз, он на футбол не смотрит, потому что, посмотри бы он, как радовались испанцы. Ты вспомни, когда они пенальти забили, пенальти забили, Жень. Забили пенальти, посмотри, как Рамос нам, вся сборная побежала, как будто они действительно выиграли. Нет, это свойство вот русских людей, здесь очень как-то гнобительствах. Я порадуюсь за 3-3, почему мне не порадоваться за 2-3. Да, согласен с тобой, совершенно. Испанцы играли всерьез. Нет, я тебе про Испанию не говорю, я тебе про Аргентину говорил. Я могу сказать, что Испания играла, да, примерно в свою силу. Нет, давайте все-таки по игре нашей сборной пройдемся. Во-первых, мне больше всего понравился Миранчук, наверное, и вот Оживление в Атаке, который в основе играл, я их путаю, который вышел. У них один левша, другой правша, кстати, я бы не знал. Прикинь, близнецы разные ныне. А Березуцкий. Тоже? Нет, они... А, ну так вот. И был замечательный прессинг со стороны, высокий прессинг. Это отметил и Рамос, отметил, и другие игроки испанские, что он был тяжелым. Они не ожидали в сборной России такой качественный, высокий прессинг. Что изменилось? То ли установка... Ну, понимаешь, мне очень понравилось, как впереди действовали, условно, можно сказать, молодые, такие креативные, быстрые люди. Во-первых, Дзагоев, судя по всему, приходит в себя и набирает форму. А Миранчук, Смолов товарищ быстро. Их поддерживал Глушаков. И они очень хорошо и качественно комбинировали впереди. Испанские защитники за ними периодически просто не успевали и опаздывали. Плюс фланга нестареющий, сидеющий Жирков поддерживал. Очень хорошо. А с другой стороны, Смольник тоже там пару набегов таких сделал, в общем-то, ребожил. И все, как один, что в исполнении любой нашей команды, я говорю, разборную, вижу исключительно редко. Даже больше этих трех забитых мячей, мне кажется, результат это слаженный прессинг на чужой половине поля. По пять, по шесть человек. Все сразу, не когда один бегает, а потом смотрят, что вы тут, я один бегаю, страживаю, а все вместе, это большая наука. Это не проще, чем играть в одно каскание. Скажу немножко, это происходил прессинг даже на восьмидесятой минуте. Да, я говорю, пять-шесть человек. А почему это не было, с Аргентиной такого не было? Вот это загадка. А не может Черчесов проверять? Помните, когда мы с испанцами немножко отошли назад, после того, как два-два, да, и начали немножко обороняться? Может быть, какой-нибудь, не знаю, модель оборонителя? Нет, я не думаю, в течение одного матча, нет. Просто были замены какие-то, в связи с этим связана такая волнообразная игра команды. И удивительно, да, Кирилл поддержил, что два человека, которые играли на флангах, да, это Жирков и Смольников, которые сидят в запасе, они, я не знаю, сыграли они в этом году сколько там матчей, может, вообще нет. Ну, сыграли. Жирков поменьше, а Смольников поменьше, да, так сделают. Вышли, и смотри, как они оживили игру, действительно. То есть были лучшими, на флангах они были лучшими, я скажу. А может быть, почему? Потому что Испания все-таки больше, скажем так, центристская команда, чем фланговая. Аргентина все-таки пошире играла, мне кажется, да. Ну, может быть, да. Нет, ну тут вообще разные матчи, даже не в зависимости от того, как играла Аргентина, по какой модели, как Испания, просто разные по настрою. Вчера я не спал, вчера я не заснул. Не заснул. Я хотел бы разговаривать. Надеюсь, наш телезритель тоже... Женя тоже... Это же ураги. Добрый вечер. Добрый вечер, Руслан Васильевич Сергеевич. Да. Олег, команда двигалась. Да. Она была все время в движении. И еще, мне кажется, наших как бы разозлили вот эти 11-метровые. Несправедливые. Несправедливые, понимаешь? Да. И терять уже было нечего. Ребята пошли, действительно команда играла, понимаешь? И еще, вот когда Кокорин и Смолов вдвоем, они же люди зависимые. Им дали пас, они пробили, им не дали, им не с чего бить. Да, да. А тут он насытил центральную линию обороны. Да. Полузащиту. Миранчук, Циогольев, Глушаков. Появилось движение, появились пасы. И все пошло как надо. Вот тебе ответ. Правильно. Так надо было еще играть и с Аргентиной. Да, они нам, конечно, не давали играть. Но надо же брать свои руки, самим играть. Ну, а как же иначе-то? Согласен. Ну, теперь. Спасибо. Вигерия взяла в руки свои, да? Так, почему ты не уснул? Расскажи мне. Ты строил... Мне интересно было смотреть. Нет, мне было интересно смотреть, как играть. Олег, он не уснул после матча, он сказал. А после матча? Нет, нет, я во время матча не уснул. Как это было в Аргентине. Нет, на самом деле, порадовался. Ну, вот, да, я думаю, что сейчас, может быть, не знаю, большой-небольшой секрет раскрою, но после каких-то определенных матчей мы в группе у себя с игранием мяча общаемся. И, Евгений, мы очень часто спорим на тему, вам шашечки или ехать. Вам нужен футбол или счет на табло. Так вот, счет на табло 3-3. Да, мы не выиграли. Но я уверен, что все болельщики сборной команды России довольны и результатом, и игрой команды. Кто поспорит? Нет, мы довольны, но не совсем. Как-то не совсем. Если бы не судья бы, которого, скажем так... Ну, это не зависит от наших болельщиков. Нет, я объясню. Нет, не зависит. От наших не зависит. Поэтому я думаю, что наши могли даже и обыграть. Пускай, Жень, пускай. Сейчас все судейские ошибки будут, товарищи. А чем на чемпионате мира, пускай нам будет все набрать. Кстати, на западных каналах спортивных, я смотрел эти обзоры, там очень хорошо показывали, действительно, и вне игры с аргентинцами. Ты смотришь западные каналы? Будь осторожнее, Лубянка не дри. Извини. Завтра же приеду. Я перегрою каналы. И по матчу России-Испании тоже очень хорошо. Английские каналы показывали, что действительно пенальти обсуждали. Ну, я так сколько могу понять. Не было, не было, друзья мои. Два пенальти не было. Да, да, да. Два пенальти не было. И что сборная России... Как ни странно, я так понял, что все удивляются, почему дома Россию так судили. И с Аргентиной, и с Испанией. Либо, может быть, перед Испанией все-таки и с Аргентиной. Ну, может быть. Кирилл, скажи, пожалуйста, все, Глушаков застолбил себе место в сборной? Ворот, скажи. Сыграл на ноль. Нет, потому что столько позиций Глушаков. Нет, человек закрывает, видишь. Кстати, он честно признал, что игра была такой интенсивной. Он говорит, я редко стою, но я устал, поэтому отобрал у Кокорина вратарский свитер и встал в ворот. А вы знаете, вот честно скажу, когда я смотрел этот мальчик, когда происходил вот этот момент, да, с сожалению, с травмой. Сейчас тоже еще немножко затронем, естественно, эту тему. Я увидел, как Кокорин подходит к Габулову, начинает там, да, переодеваться. Выражение лица Кокорина, не самого большого игрока, не то что в мире, но и в России. У нас всегда так. Стоит, улыбается, его товарищ получил травму, его меняют, пускай последние минуты, но тем не менее, более ответственно подойти к этому моменту. Иванушка дурачок. Иванушка дурачок. Ну, он даже потребовал, как Кирилл говорит, что... Ну, на правах капитана, да? Нет, капитан был Смолов, да. Вот, понимаете? Почуть на Смолов капитана. Так я тоже говорю, привык, что к Глужакову. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Кому Черчесов отдал? Аня, так у нас о кем-филе. Еще раз, Юрий Сергеевич, для реплики. Дело в том, что нас всю жизнь судили так, Советский Союз и Россию. И так будут судить, к сожалению. Хотим мы, не хотим, но к нам всегда относились предвзято. Увы. Я вспоминаю 72-й год, игра в Южной Америке с Уругваем. Те завели мяч за линию ворот, потом вывели оттуда, забили нам гол, а мы все руками машем, что мяч-то был за линию ворот. Плевать они хотели на это дело. Ну, мы все помним этот матч, да. Надо играть, наши тоже виноваты. Наши надо играть, пока свистка. Спасибо большое, свистка не услышал, надо играть. Действительно, да, мы говорили, Габулов Сергей в Динамо получил тогда эту травму. Да, да, да. В Динамо. В Велитона. Ну, понятно, нет, сейчас мы необычно, что пострадал именно от такого же удара. Да, он пропустил тогда много. От такого же удара, да. Потом кто у нас еще из вратарей примерно такой же удар получил. Давай не будем говорить. Да, и сейчас вот Андрей Лунев получил травму. Примерно перхон получил травму. Нет, ну, я имею в виду именно в такой же ситуации, когда игрок пошел до конца, не брал колено. Мне кажется, от Чеха разве не так получил? Не брал колено. Чех, по-моему, так же получил. Чех тоже, да, да. От Чеха тоже колено получил. Насколько надо было. Может быть, действительно, испанец не хотел нанести травму. Нет, ты знаешь, он вышел на замену, он не основной, я так понял. Да. А он вышел на замену, он начал рвать. Мне кажется, здесь такая проблема системная. Удар смотрелся просто ужасно и страшно. Здесь речь идет о человеческой жизни. С подломленным коленом. Не в этом дело. Не в этом дело. И поэтому, мне кажется, здесь ФИФА должна принимать какое-то решение. Убирать ноги в таких ситуациях. И за это жестко карать карточку. В данном случае человек, даже штрафного не было, по-моему. Не было? Не было даже штрафного. Это недопустимо. Вы сзади посмотрите. Камера, когда сзади стоит. И когда он бежит на Лунева, он еще не добегает до Лунева. Посмотрите на левую ногу. Она подкашивается у него. Я и говорю, подогнув колено. Он начал падать. А когда он падает, понимаешь, уже все. И Лунев летит на него. Дело в том, что чем удар страшен был? Потому что Лунев пошел вперед. То есть движение вперед. И еще сюда идет. Это серьезно. Он сыграл, как настоящий вратарь. Он хотел упасть. Он хотел симулировать падение. Он хотел симулировать. Вратарь летел. Он хотел симулировать. Начал падать. Я уже посмотрел, с какой радостной готовностью туда бросился судья. Наверное, как третий пенальти ставит. Вот я уверен. А потом увидел кровь и сказал, что я не буду. И вот единственный плюс у судей, что он не дал пенальти. Нет, в конце, когда стал Глушаков. Но он видит, Глушаков, навыки плохие вратарские. Глушаков, кстати, пошутил, что ему звонили вратарей Спортакас. Говорит, завтра будем тренировать вынос от ворота. А что-то ты, Денис... Гамула, Гамула сказал, давай тренируй. Действительно, нашему вратарю Андрею Лунюу, молодой, абсолютно... Даже назвать, может быть, перспективным, может быть, уже и нельзя. Потому что он действительно уже себя проявляет и на самом высоком уровне. И вызов его в сборную, вне всякого сомнения, это даже не авансом был вызван, а по результатам, действительно, его игры за синих. Манера отбивать у него пенальти какая-то странная. Вот, ну, здоровье, конечно, конечно, здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. И давайте подведем итоги этих двух матчей сборной команды России. Да, абсолютно разные матчи с Аргентиной и с Испанией. Но, что мы видим? Черчесов, да, главный тренер. Тренер ли он сборной команды России? Сможет ли он что-то сделать на чемпионате мира? Ну и как вообще команда? Да, мы вообще будем витать в облаках, в надеждах, в ожидании чемпионата мира? Ну, у нас следующие встречи там нам анонсировали в Бразилии и Франции. Да. Ну, то, что данных матчей касается, хорошо, что все случилось именно в таком порядке. А не Испания-Аргентина, Аргентина-Испания. Это болельщиков оставляет меня, например, ну, в таком приподнятом настроении, конечно. Мы увидели, что наша команда умеет и любит играть в атаку. Это отметили все игроки. Что когда в атаку, нам привычнее. Мы это больше умеем, нам это больше нравится. Потому что в обороне тоже не очень все хорошо. И поэтому атака нужна, потому что хотя бы защитников разгрузить. Ну, впервые у нас в сборной атака лучше, чем защита. Потому что, действительно, Джики хватало, не хватало, он радовался там, да, ну и руками. И он и в первом матче, вспомнить, с Аргентиной тоже такие же были вот эти хваты. Опасно, опасно. Ну, парень очень быстро, он позаброс в сезоне в первой лиге. Нет, ну, Джики, скажем так, не испортил ни одну, ни вторую игру. Просто это техническая ошибка. В отличие от другого игрока, который защищает технические ошибки. Это техническая ошибка. Это я один. Я сказал, да, действительно, такие ошибки, как сделал Васин, да, и допускал такие ляпы. Ну, его Акинфеев вручает. Да, а здесь... Ну, что ж, действительно, я поддержу, наверное, слова Кирилла, который сказал о том, что хорошо, что именно в таком порядке прошли матчи. И все-таки какая-то надежда до следующего матча сборной команды с Бразилией. Уже известно, что он будет в марте. Мы в этом, в хорошем настроении будем пребывать. Ну, а сейчас давайте не будем все-таки забывать, что продолжается чемпионат России. И уже в ближайшие дни, выходные у нас будут матчи 17-го тура. Ну, а на каких позициях стартуют команды, давайте посмотрим турнирную таблицу перед, значит, 17-м туром. Итак, Локомотив у нас по-прежнему ничего не изменилось. Даже несмотря на то, что сборные команды уже сыграли, ничего не изменилось. Турнирная таблица РФПЛ. А жаль. Локомотив, да, все на том же первом месте. Три очка от него «Зенит», три очка от «Зенита» «Краснодар». И дальше пошло 26, 25, 24, 23. И вот Уфа немножко подвела, где-то, да, не добрала. Ну и нижняя часть турнирной таблицы. Динамо по-прежнему в зоне вылета. Ну, а ЦСКА, ОСКА, Хабаровск, да, в общем-то, три очка отделяют эти команды. Ну и давайте сразу посмотрим расписание 17-го тура, какие матчи мы ждем уже в ближайшее время. Итак, СКА, Хабаровск, ЦСКА сразу после сборной. Команда вылетела в Хабаровск. Динамо будет играть с Ахматом, да. Да, «Краснодар», «Спартак», на мой взгляд, центральный матч тура. Думаю, да, не возражаете. «Арсенал», «Рубину», «Фаурал», «Анжи», «Локомотив». Очень «Локомотиву» придется, наверное, сложно. «Анжи» дома неплохое впечатление оставляет. «Ростов», «Амкар», ну и «Зенит», «Тосна». Такое северо-западное дерби. Северо-западное дерби. Друзья мои, что мы ждем от наших футболистов? Ну, конечно, я понимаю, что не все принимали участие в сборной, хотя и во многих наших командах, да, игроки играли в своих командах. Паша, Паша, где-то играл. Да, да, да. Итак, Жень, СКА, Хабаровск, ЦСКА. Сыграли, играли, тренировали. Армейская энергия. И тут в Хабаровск, ребята, летите. У нас разница, сколько там, в 7 часов, в 6? В 8 или в 7 часов. Летите или разница? Нет, и разница у нас какая. В 7, по-моему, в 6. Или какая разница, как сыграет. Да, какая разница. Нам надо выигрывать. Как Хабаровск на последнем листе? Ну, это все говорит, поэтому туда Марио Фернандес не едет. Я думаю, даже, может быть, и Кенфеев не поедет. Может быть, и сборники не поедут. Ну, конечно. Молодежь пускай играет и добивается места в основе. Да никогда они не добьются места в основе. И сами будут играть только СКА Хабаровск. СКА Хабаровск все-таки играет в премьер-лиге, а не в НЛ. Надо это не забывать. Ну, я не забываю. Но в Хабаровске тяжело всем, Жень. Абсолютно. Ну, понятно. Абсолютно точно. Кирилл, Краснодар-Спартак, один из обозревателей И наш коллега предсказал победу Спартака в Краснодаре. Насколько это будет, не знаю, легко или нелегко осуществить? После сборных всегда очень сложно прогнозировать. Я вот никогда после сборных не ставлю. Я делаю ставки, потому что это сложно. В какой форме приезжают игроки, что делали те, которые здесь оставались. В общем, это непонятно. Так, вроде Краснодар сыпался, потом немножко стал сейчас Лучше играть, да, Спартак свою игру находит. Я думаю, будет. Я жду, что это будет живая, интересная игра с Абилием Голов, мне так кажется. Ждем. Сергей, Динамо, Ахмат? Да. Мы тоже ждем очков. Дома? Дома играется Ахмат. Ахмат не подарок, конечно. Ну, Ахмат домашняя команда. Динамо сейчас все не подарок. Не подарок. Ну, хотя график-то не такой, неплохой. Там и Анжи будет нам, и Анкар, и Ростов. Так что можно очки набрать, я думаю, поправить турнирное положение. Но ты забываешь, что вы отнимаете очки только у Грантов. Да, да. Со своими собратьями. Это мы отнимали у Грантов при прошлом тренере, а вот с новым тренером мы будем отнимать теперь у всех. Ну что ж, значит, Спартак и Динамо, Зенита будут радоваться во втором круге, что встречаться будут с Динамо уже с другим тренером. Ну что ж, друзья мои, конечно, ждем продолжения чемпионата. Осталось всего, если мне память не изменяет, по четыре игры провести командам, да. И то, как они эти четыре игры проведут, наверное, будет зависеть их весеннее настроение, да, весеннее настроение перед стартом последних туров чемпионата. И команда, ну, не команда, а чемпионат закончится, и все команды будут готовиться, естественно, к чемпионату мира. Спасибо, спасибо, друзья. Как всегда, встречаемся во вторник на телеканале Видное ТВ и смотрим программу Всеграни Меча. Пока, болеем за свои. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok